1 июля уже через две недели пройдет голосование по поправкам в Верховный закон страны. Россияне должны будут ответить на вопрос, который звучит так. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Этот же вопрос мы задали химчанам на улицах города. Конечно, одобряем. Конечно, нам же надо и медицина. Мы хотим за своих деток, чтобы они у нас учились в России, как раньше это было, бесплатно. Дело в том, что я вообще не хожу на выборы уже много лет. Поэтому я не участвую в политических никаких ни прениях, ни спорах. Мое мнение, может быть и стоит, но не все поправки мне нравятся. Я против. Ну, как бы это неправильно, что президент так долго может пребывать на своем посту. Опять-таки много статей. Какие-то за, какие-то против. Нельзя же все подряд. То есть, наверное, что-то нужно. Одна статья, один голос за или против. Вторая статья. Если это все в одну кончу, то, конечно, против. Я вообще не в теме. Вообще. Меня это вообще не интересует. Я вам не могу еще сказать по этому поводу. Ну, я за. А там хорошие поправки. А что ж не за? Да, мы за. Мы с дедом пойдем голосовать. Принято один раз. Достаточно серьезно принималось. И просто так менять, просто так, запросто. Я считаю, что не надо. Я могу сказать. Почему? Не знаю. Ну, вот размышляли я над этим вопросом? Нет. За. Потому что в законе у нас все должно быть то, что сейчас творится. Но много, правда, неправильного. Много популизма. Очень много. Это я вам точно знаю. В январе 2020 года президент внес в Госдуму законопроект о поправках Конституции Российской Федерации. Согласно ему, будут изменены тексты нескольких статей основного закона страны. Например, будет закреплен приоритет Конституции России над международными договорами, а также запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для депутатов и членов правительства. Кандидат в президенты теперь должен проживать на территории России не менее 25 лет и тоже не должен обладать иностранным гражданством. В законе будут прописаны и социальные гарантии. Например, минимальный размер оплаты труда приравняют к прожиточному минимуму. Внесут положение об обязательной индексации пенсии. Полный перечень изменений можно прочитать на портале Госуслуги во вкладке «Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации». Все нововведения выделены цветом. Отметим, что в день голосования на участках всем прибывшим будут измерять температуру. Если высокая, оборудуют отдельный бокс и вызовут скорую. Каждого голосующего обеспечат средствами защиты – масками, перчатками и одноразовыми ручками. Действующая Конституция была принята на референдуме в 1993 году. В нем приняли участие свыше 58 миллионов россиян.